Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас более практический урок будет, связанный с обстановкой в мире и с нами со всеми. Жизнь в условиях войны и мировых конфликтов оказывает негативное влияние на нас всех. Как найти духовную вакцинацию от той холодной темной зимы, которая приближается? Недавно был Йорцакт про матери Рахели, несколько дней назад. И что написано, что Рахель оплакивает своих детей по сегодняшний день. И пророк, написанный Иеремией, описывает, как Бог пытается и утешить, и говорит, будет еще будущее, будет еще надежда, твои дети вернутся домой. И вот нам тоже нужна надежда, нам нужно жить с надеждой, нам тоже нужна дождь света, которая помогает бороться с тьмой. Мы осознаем, что не можем контролировать большую часть того, что происходит в мире, вокруг нас, но мы можем сделать выбор в пользу жизни с надеждой. Как перейти от безнадежности к надежде, давали мудрецы советы наши. Надо начинать с того, что дать себе мощный толчок, подключиться к желанию перестать чувствовать себя застрявшим вот в этих песках негатива, отчаяния. Надо принять решение, сделать какое-то усилие для того, чтобы начать переходить на позитивную сторону, излучать позитив. Вот шаги, которые они предлагают, они следующие. Первое, это сменить мышление. Срочно изменить то, как вы справляетесь со стрессом. Когда вы замечаете, что входите на территорию нытья, о том, как все плохо, как все хуже и так далее, замените отрицательное на положительное. Не представляйте наихудшие сценарии никогда, не моделируйте их в голове. Это притягивает, плохое притягивается. И когда ты говоришь, что всякие токсичные выражения, я так больше не могу, я схожу с ума, это ненормально. Эти выражения должны полностью исчезнуть из лексикона. Они приводят нас в плохое состояние и загрязняют атмосферу эмоциональными токсинами. Не нужно этого. Вместо слов «я не могу», надо говорить, что это сложно, но я справлюсь. Использовать надо арсенал таких слов, как «все будет хорошо», «мы справимся», «у нас все получится». Надо распространять позитив, это к вам вернется сразу. Мы можем справиться, написано, с этими вызовами. Но то, что мы делаем, вообще, как мы это сделаем, зависит от нашей работы над собой. Надо находить небольшие очаги мира в душе и наружу. Да, возможно, мы не можем взять отпуск сегодня или что-то сделать, чтобы расслабиться. Но можно посидеть, выпить чашку чая, еще что-нибудь. Послушать какой-то урок Торы. От себя скажу, кинокомедию можно посмотреть. И это маленькие идеи, которые будут оказывать на нас влияние. Надо смотреть вперед, написали мудрецы. Когда все, что мы видим, это темнота сегодняшнего дня, мы живем с ограниченной линзой. И это тоже пройдет, это великие слова мудрости от царя Соломона. Ничто не длится вечно, ни хорошее, ни плохое. Сейчас самое время над этим поразмышлять. Надо начать моделировать завтрашний день. Мечтать, верить, укреплять веру. Вот мы, укрепляя веру, укрепляем себя и весь мир. Укрепляя веру, мы вносим свой колоссальный вклад в исправление ситуации. Написали, что надо думать, верить и помнить. Это не первый раз, когда мы подумайте об этом. Вспомните, что в мире уже было, когда было беспокойство, страх, когда мир стоял на грани катастрофы. Если вы изучите историю, вы увидите, в мире существует божественный план. Люди, конечно, стараются его испортить. Но в основном они это делают материальности, слава Богу. Мы не можем до конца разрушить духовный мир, а то мы устроили. Наши души живы, они ждут, что возвратятся вновь. Поэтому надежда, тыква, живет в нашем жизни и поддерживает нас. Написано, что верующий человек серьезно относится к жизни, ибо в каждом ее моменте он находит важный смысл. Если Бог создал меня, думает он, или должен, по крайней мере, думать, значит мне поручена важная роль в его мире, в его историческом процессе. Я для него важен. И ведь это самое лучшее написанное лекарство от депрессии и от одиночества. Антитеза счастья, противоположность, это апатия. Ощущение, что жизнь становится пустой, бессмысленной, что в ней ничего такого, за что страдать и бороться нет. А в Торе есть такие замечательные слова. И постигнут его эти многие беды и тревоги, и скажет он в этот день, не потому ли, что Бога нет со мной, постигли меня эти беды. Очень странная структура этого стиха. Сначала беды и тревоги, а потом только беды. Почему? Пишут, что беды, это сами события. Беды, трагедии, несчастья, они, к сожалению, часто и гости в нашем мире. Ни одному человеку не удается прожить безоблачную жизнь. Авраам, любимец Бога, посмотрите, какая жизнь у него. Поэтому мы делим все события на плохие и хорошие, на радости и горести. Но, слишком то, что близкий горизонт у нас, он вскрывает от нас перспективу. Авраам это видел, мы не видим. Мы не видим конечного блага во всем, что случается с нами. Не можем принять, самое главное, мы не можем принять сердцем классическую еврейскую истину. Которое называется как? Все к лучшему. Тревоги, тревоги же, это не столько сами тяготы жизни, сколько их преломления в нашем восприятии. Как те духовные муки, которые мы начинаем себе там метаться, депрессии. Когда мы видим весь окружающий мир в мрачном свете. Вот это уже наша работа. Надо помнить слова Любовического Рэбе. Всегда есть надежда. Даже если вами все испорчено. Даже если мир рушится, он не выходит из-под контроля Бога. Пылью ляжется, и вы окажетесь в том месте, где он, создавая этот мир, наметил вам быть. Итак, что главное? Всегда есть надежда. Вот с надеждой нам надо жить. Прохава от слыха.